Ну шо, кум, молодой, с тобой, как обычно, Паша Клэнс, и я сегодня с новостями, небольшими или большими, это уже тебе самому решать, если ты меня давно смотришь, то, в принципе, наверное, отчасти это даже большая новость. А с тобой, как обычно, как я уже и сказал, Паша Клэнс, я играю на BlackRush'е на сервере Уфа, это 25-й сервер, и когда ты будешь заходить, пожалуйста, вот так вот, МН, короче говоря, пишешь в чатике, затем 11-й пунктик, промокод, и на втором уровне, вот сюда вот, жмешь активировать промокод, и пишешь здесь хэштег Клэнс, что он тебе дает уже и сам, я думаю, прекрасно знаешь, ну вот этот именной ютуберский промокод туда-сюда, вот, а я тем временем буду показывать непосредственно саму новость, которая, собственно говоря, сегодня, ну, как бы приперлась, да, ко мне. Я купил, ребята, бизнес, я, наконец-то, его купил, и это просто прекрасно, я считаю, я его выловил, я стоял около двух или трех часов на аукционе, у меня получилось, причем, ну, как бы, недорого, я его, в принципе, взял. Ну, смотрите, вот бизнес я ввожу, и здесь уже видно, что это за бизнес, он у меня еще пока что неоплаченный, да, вот, и давайте глянем, что вообще он из себя представляет. Ролик будет, ну, коротенький, да, как бы, но тем не менее, посмотрим на бизнесовые моменты и так далее. Я бы хотел отметить его на GPS, конечно же. Здорово, здорово, здорово! Здорово! Вот, и, соответственно, это самое. Сейчас вот так вот еще кар, мне нужно машиночку-то свою заспавнить, чтобы мы посмотрели, что это за, что это за аппарат, что за анакондовский такой бизнес. Так, дружище, мне бы, мне бы, мне бы, мне бы транспорт свой загрузить на парковке, спасибо. Вот, и сейчас вот этот LK, момент его, вот, так вот, так вот, LK я делаю. Так вот я залезаю, конечно же, и сейчас мы поедем непосредственно в сторону бизнеса. Я, если честно, даже не знаю, где он, что, где он, это, находился вот в моменте, да? Ну, и зачем ты вот так вот стал-то? Интересно. Можешь принять Фому? Да, могу, конечно. Ща, так, давай, ща. Ща, я еще щелико быстренько приму, Фома Инвити 181, так. Фом Инвити. Так, 181, давай, давай. Я, кстати, как раз еще и проголодался, а? Нормально, 181. Вот, соответственно, я его пригласил, братишка, вступай, конечно, в Фому в моменте, ву-боп. Да, конечно, конечно, все, плюс один человек Фоми и так далее. Блин, скоро еще суета начнется в моменте, хотя уже 3 сентября, когда я снимаю данный видеоролик. Так, ну да ладно, давай, поехали, так сказать, братишка. Братьшка, поехали и посмотрим на Безак. Ну, ты молодец, вот. Зачем ты едешь по встречке? Так, ну ладно, собственно, сейчас мы доедем до Безака и посмотрим, что к чему. Это 52-й ларек за 7,5 миллионов рубососиков, так сказать. Вот, и я еще не смотрел никакая финка. Не норм ли это вообще Безак сам по себе, да, и прочие такие вот пятые, десятые штуки. Я понимаю, что окуп у бизнеса будет просто миллионы, миллиардов лет. Но теперь это мой Безак и это просто, я считаю, что прекрасно. Это мой первый бизнес на Блэк Раше. И посмотрим, что вообще, как вот эти вот моменты всякие делаются. Так, давайте, здесь вот я немножечко вот так вот поверну. Здравствуйте, спасибо, что ходите, бегаете по переходному пешеходу. А я его сбиваю, конечно же. Но я же не специально, как бы, да. Вот, и насколько я знаю, этот ларек находится в Южном. Это очень далеко, но, по крайней мере, блин, у меня... Короче, по крайней мере, есть этот бизнес. И, на самом деле, я рад, что он у меня появился. В принципе, это классно, 47% у меня осталось вот этого вот момента, ну, ремонтного вот этого состояния машины рентабельного. Вот, и город Южный ассоциируется у меня с невероятно долгими всякими штуками, дрюками. Знаете, типа, едешь супердолго для того, чтобы прокачать тачки, спавнишь их. Ну, это я вот когда для Фомы, получается, выкачивал все. Короче, это было супердолго. Вот, и что касаемо окупаемости бизнеса, я примерно уже представляю, какая там финночка будет, прочее. Ну, то есть, я там ролики, обзоры всякие вот этих бизнесов-то смотрел. Здравствуйте, извините, пожалуйста, что вы стоите тут, блин, как-то непонятно на перекрестках. Окупаемость у бизнеса, конечно, фиг его пойми какая. То есть, это больше месяца, больше двух, больше трех, больше четырех, больше года, наверное, даже плюс-минус. Вот, но, по крайней мере, я хоть куда-то вложил мои вот эти вот денежки. Ну, кроме тачек, да, а то обычно это были тачки, обычно это, ну, я не знаю, ремонт гаража там за 5 миллионов там был, да, которые окупятся, черт его знает, когда. Конечно, в идеале в будущем купить себе транспортную или строительную компанию, но они стоят по 150 миллионов. Это очень-очень много, это прямо конкретно дофига, я, если честно, не уверен, что когда-нибудь у меня получится это все дело сделать. Но если получится, то по этому поводу обязательно выйдет ролясик. Так, тем временем мы вот так вот в зону поста уже въезжаем, там все нормально, там никто не суетится в моменте с самурай-лиго, братишка, давай я проеду вот так вот немножечко, да. У него, кстати, какая-то жесткая была тачка, вот, очень похожая на что-то ивентовое, хотя мы все с вами знаем, что сейчас самый лютый промокод это сменочка, конечно же. Вот так, там был зеленый цвет. Ладно, все, давайте смотреть на бизнес, я уже почти что доехал, он находится в городе Южный, это ларек номер 52, как я уже и сказал, сейчас вот так вот смотрите, вот на суете, вот так вот, молодец какой. И это чисто остановочка, это чисто остановочка, я вот здесь вот, конечно же, сделаю остановка по кайфу, мы с тобой, братишка, кайфуем, и давай посмотрим. Это мой самый первый, самый прекраснейший бизнес, это вот, вы знаете, как маленький-маленький рубиночек первый, владелец по уклайнице, вот это вот, вход свободный, подойдите для выбора товара, давайте покушаем, а то у меня тут вы проголодались, у вас плохое здоровье. Подходим, вот так вот, я вот это вот все дело выбираю, кушаю, вы потратили полторы тысячи рублей в своем же собственном бизнесе, и еще раз я сделаю абсолютно то же самое, покупаю опять, я опять потратил много денег. Так, что у меня, инвентарь же, да, нужно сойти, чтобы посмотреть на уровень этого самого. Да, все, я на покушался, я просто кроссовчик, братишка, вот, ну и собственно говоря, давайте теперь посмотрим, что этот бизнес из себя может, в принципе-то, представлять. Так, ну для начала, я бы машинку выгрузил свою, а то она, блин, сейчас исчезнет, и я отсюда не уеду, нифига. Так, я бы хотел бизнес, ЛК, кар, здорово, так, вот он, бизнес, заходим сюда. Итак, количество продуктов у меня пока что закуплено, пока что все прекрасненько, 10 из 10 возможных, уровень улучшений у бизнеса уже пятый, то есть мне не нужно его улучшать, что-то там мутиться делать, звук при входе выключен почему-то, а что, можно что-то включить что-ли, нет, вроде бы нельзя. Ну ладно, хорошо, так, назад, пожалуйста, что у нас здесь еще, давайте посмотрим, госстоимость у него 500 тысяч рублей, но он у меня куплен за 7,5 миллионов, конечно же, да, как бы, какие вообще вопросы. Так, ну и соответственно, какие здесь могут быть улучшения, ну чисто я хотя бы посмотрю там, что там, как, кстати, заказать продукты, сколько вы хотите заказать, 400 хочу заказать продуктов, сколько это мне будет стоить, это мне 10 тысяч рублей всего лишь, серьезно, но это как бы не очень много, учитывая, что всего продуктов 10 тысяч. Как бы, что называется, нормально. Так, заходим опять в бизнес и видим, что количество продуктов, ну как бы, все еще нифига себе, оно не изменилось, нифига, ну нормально. Ладно, ну ладно, информация о заказе, что это такое? А, ну это как бы еще будет, я так понимаю, что это все у нас сделается через транспортные компании, через дальнобоев, что я не выговариваю слова вообще? Да это я просто рад, что наконец-то у меня тут что-то вообще понималось, нифига, повысить стоимость, ваш заказ быстрее обработают, введите число денег, да не, не надо. Это как привезут, так привезут. Так, ну что же, еще раз, изменить. Итак, улучшить бизнес. Длянем на улучшение, какие здесь, что вообще, как. Первый уровень это доп. товар, то есть можно побольше товара покупать, понятное дело. Медицинское обслуживание, я так понимаю, что эти, кто они называются здесь, аптечка, не аптечка, где-то должна быть, ну хотя хз, где она тут есть. Так, уровень 3 это пониженное налогообложение, то есть я так понимаю, что 1006 в сутки в ларек, наверное, стоит, а тут вот уже как бы побольше, ну точнее поменьше, да. Так, звуковые эффекты при входе, ну я вроде как это выключил, и доп. товар на складе, окей. Сотрудники, что по сотрудникам у нас здесь интересненько, так, нанять сотрудников, список всех сотрудников, ну-ка давай глянем. Для вашего бизнеса это недоступно, ну понятное дело, это ларек, по идее, это, и тут люди как бы сами уже все покупают, им вообще норм вполне такие себе. Стоимость одного продукта 26 рублей, окей. Так, ну а теперь самое-самое интересное, это финансовая статистика. Давайте зайдем и посмотрим, что он из себя представляет. Итак, прибыль, итак, прибыль, 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 сегодня у нас 3 сентября. И, соответственно, в августе все было довольно-таки неплохо, то есть финка в сутки это 32 тысячи рублей. И, по сути, по сути, ну, неплохо так-то. В среднем финка около 40 тысяч, даже 35, я бы сказал, тысяч. Ну-ка я сейчас сочетаю на калькуляторе окупаемость, за сколько дней окупится этот бизнес, если я его буду оплачивать, все будет хорошо и так далее. Ну, понятное дело, что я не все буду учитывать, но тем не менее. Я его купил за 7 с половиной миллионов, я это делю на 35 тысяч. И по дням он окупится за 214 день, ужас какой. Ну, слушайте, ну это хоть что-то на самом-то деле. Хоть где-то сейчас у меня вот эти вот денежки будут там ковыряться, что-то там вот эти моменты делаться. Поэтому я очень рад, что я купил этот бизнес, и я очень надеюсь, что вы сюда будете приезжать тоже в моменте и, соответственно, покупать там всякие вот эти штучки, дрюшки. То есть, если вы внезапно будете в этом прекрасном городе Южный, то вы вполне-таки себе можете заехать, покушать у меня там, туда-сюда сделать в моменте. Вот, и это прекрасно, это очень даже хорошо. Я очень рад, что у меня наконец-таки появился бизнес. И это будет небольшая такая демо-версия моего какого-то, ну вот, если я позже все-таки или транспортную компанию, или СК куплю, то это будет просто жестко. Это будет просто прекрасно на самом деле. Так, вы слишком далеко от места. Так, подожди, я надеюсь, что я не тупой, и я все сделал правильно. На месте выгрузки можно бэгума. Вот она моя бэгра, братишка. Так, давай я то самое еще вот так вот сделаем. Багажник. Мы сейчас с вами еще съездим. Съездим в одно место. Перекрасно вообще жесткое, жесткое, братишка. Ну, это банк, мы просто оплатим как бы сам бизнес на очень приличное количество времени. Так, давай использовать, пожалуйста. Вы успешно починили машина. О, что за аппаратное, что за... Понял, а что? Ну, зачем они ее сейчас из... Ну, сделали, чтобы она исчезла-то. Ну, не надо было так делать. На месте вы... Не... А, вот слишком близко, нормально. Так, вот, клуб встали на середину дороги, чтобы нас машина такая-нибудь сбила, блин. Так, вот так вот еще раз. И на месте выгрузки. Анакунда! Эээ, что за аппарат тут вообще? Так, GPS давай. GPS, и мне нужен банк города Южный, конечно же. Во-первых, двигатель включим. Во-вторых, города Южный, пожалуйста. А он прямо через дорогу тут. Он, вот, я прямо около банка, так. Я сейчас немножечко нарушу правила дорожного движения. Дорожных вот этих вот суетных моментов. В лоб. Разворачиваемся на свои БНВ. Тут еще, короче, кентяра какой-то бизнес, короче. Построил тут свой. Воп-воп, помните. Да что это? Менты? Нет, это не менты. Это нормально? С кайфом. Ха-ха-ха-ха. Так, все, приехали. Здравствуйте, ребята. Так, слэшкар. Слэшкар. Выгрузить транспорт сервера, конечно же. Уже починенный, кстати. Мне не наглей. Ладно. Так, центральный банк города Южный. Так, для начала, конечно же, как и обычно, мои штрафики, которых у меня поебать, не должно вообще. Нет, на 400 рублей есть. Хорошо. И теперь я впервые захожу на вот эту штуку, не чтобы оплатить дом. К слову, да, сколько там за дом? За дом, ну, еще как бы много дней. Так-то, в принципе, нормально. Так, а я могу оплатить? Могу, все, прекрасно. У меня же все еще. Premium VIP статус, братичка. Так, а теперь еще вот это вот, пожалуйста. Можно аренду бизнеса, пожалуйста. Я бы хотел оплатить на 22 дня. Сколько я сейчас денег-то за это отдам, интересно. Смотри, я полностью, я полностью за все заплатил. Заходим в чатик, смотрим, сколько я заплатил. 66 тысяч. Ну, в принципе, это как финка за 1-2 дня. Так что, ребятки, если что, то, пожалуйста, закупайтесь в 52-м ларьке, никогда не будьте голодными. А у меня сегодня появился бизнес, и я этому очень сильно рад. Я еще знаю, что здесь можно купить еще один бизнес. То есть, если непосредственно вот так вот посмотреть, то, по-моему, это где-то в донате находится. Так вот, мы все, заходим в моменте. Это тут услуги какие-то есть. Покупка силы, передать семью колонки, всякие штучки, дрюшки. Доп-слот на бизнес стоит 5 тысяч. У меня пока что баланс в 4 тысячи, но, быть может, в будущем я все-таки приобретую этот доп-слот, потому что я хочу два бизнеса. Я хочу, чтобы у меня был варек, вот этот мой прикольный. И еще, чтобы у меня была или транспортная компания, или СК. Короче, напишите в комментариях, какой бизнес будет лучше, пожалуйста. Ну, а с вами был, как обычно, Паша Клейнс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кособ и играйте со мной на BlackRush'е на сервере Уфа. Если что, ссылочки в описании есть. Заходи и, пожалуйста, используй мой промокод хэштег Клейнс. Это плюс 15 тысяч рублей и всякие прикольные плюшки, бонусики, моменты, вот эти всякие. Машинка временно тебе дается, нифига себе. Ну и все. Пока. F9, братишка, жду тебя на BlackRush'е.